Добрый день! На Петриковском горном сбагачальном комплексе сегодня отбылась ападея, которую специалисты называют головной в работе предприемства. Тут пошелась проходка шахтных стволов, по яких будут добываться калийные соли. На сегодняшний день это самая великая родовица калийных соли на территории Беларуси. Их запасы оцениваются у 1,2 млрд тонн. После завершения у всех работ и будовництва багачального завода, что год у Петриковы будет добываться до 8 млн тонн руды. Проходка шахтных стволов – это первый крок до залежа. К этой паде попереднейшила великая подрыхтовшая работа. Мы применили способ глубокой заморозки грунтов на глубину 275 метров. Сегодня вода замкнулась, вокруг ствола образовался ледопородный цилиндр, через который будет проходить проходка. Первые 40 метров пройдут вручную, потому что есть опасность разрушения замораживающих колонок. Впоследствии все будет проходиться бурозрогым способом до конечной глубины 800 метров. Сегодня у Гомеля отбылось выездное посажение президиума Совета областного объединения профсоюзов. Местами его проведения был обранный филиал «Гомельские тепловые сетки РУП «Гомель Энерго». Основная тема – суместная работа наймальников и профсоюзов по профилактике вытворшего травматизма и контроле за выполнением правилов оховой прации. Филиал «Гомельские тепловые сетки» местом проведения выездного посажения обраны невыпадково. Тут есть, что продемонстровать и чему научить. Начинаючи с 2007 года на предприемстве «Деньшая система оховой прации», сгодом с которой проводятся профилактические мероприемства. Продухилению выпадка у травматизма за все ды повышенная увага. Как черговый этап этой работы – открытие специального класса оховой прации с наглядными материалами и приладами. Эта комната необходима для организации всего процесса по обеспечению безопасного выполнения работ, для обучения персонала этим навыкам, для изучения инструкций, для проведения инструктажей, для всего спектра работ необходимых для охраны труда и техники безопасности. На предприемстве регулярно проводятся и дни, и тыдни, и месячники по оховой прации. Периодичный контроль за выполнением всех правилов ожитивляют и профсоюзные инспекторы. Как выник с уместной работы, на предприемстве с 2004 года не зафиксовано ни одного несчастного выпадку. Самое главное – неравнодушие общественных инспекторов к каким-то, ну, даже незначительным недоработкам. То есть вопрос мы ставим как. Значит, общественный инспектор делает так, чтобы работа каждого работника была безопасной. Он был уверен в завтрашнем дне. Все, что можно улучшить на рабочем месте – вот это задача общественного инспектора. Як означено на пленарные часы посяджения, выращать навык самые серьезные задачи просто, коли есть разумение сбоку керавнистого предприемства и профсоюзной организации. Мы пытаемся популяризировать лучше, чтобы все отраслевые комитеты увидели, что невзирая на сложности, которых сегодня немало, там, где есть желание, есть инициатива руководства, там, где есть альянс руководства и профсоюзной организации, где есть даже при всех проблемах компромиссные варианты решений, там есть результат, который достойный уважения. Урочистым моментом выездного посяджения стало узнагороджение по выниках областного огляду конкурсу лепших первичных профсоюзных организаций. У сего переможцев 19. Сирот их и первичка гомельских тепловых сеток. За это, конечно, хочется поблагодарить и профсоюзный комитет, в целом моего, так скажем, филиала, моей первичной организации, и также поблагодарить и администрацию филиала за понимание, поддержку, что мы все делаем сообща, любой вопрос, который появляется у нас в работе, то мы его обсуждаем на совместном заседании администрации правкома и выносим решение и добиваемся его, как говорится, решения до конца этого вопроса. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области узровень народжальности протягивая расти, у студии Несаковику гэта года народилися 6042 децятти, а гэта на 333 новонародженных больше пароаннани с аналогичным периодом минулого года. Отповедно вырос и коэффициент насельництва. Показши колькости дятей, які народилися на одну тысячу человек. Сирот района у самой высокой зараз назираются в Понницке. Там ён складае больше, как 18. На другим месцы – Чачарский район, 17. Характерно, что гэта и тэрэторы выходят у лік наибольшь потерпелых, а давары на Чарнобыльской АЭС. Вогули, колькость новонародженных у нашым регионе расте на протягу уже 13-ти году. У 2015-м годзе показшики народжальности были большим у 2013-м и з'являліся самыми высокими в области, починаючи с 1994-го года. У першыні у Гомелев гэтай дні проходзіць фістываль православной культуры «Кладзіць». Добрую традицію проведзінія добрашыных кермашоу, зборы, ад яких ідуць на допамогу людзям, які апынулися ў складанай житёвой ситуаціі, працягва святый Елизаветинський монастыр города Мінска. На адкрыті фістываля пабывалі наші корреспондэнты. Сёстры на протягу 10-ти гаду реалізуюць у Беларусі старожитну традыцю, згодна з якой монастыр гэтай не толькі малітвы і духовныя становління, але так сама аддукація і культура. У яго соціяльной дійності ёсс місце і мастацтву, і прыгажості. У рамках фістывалю православной культуры «Кладзіць» ладзіцца концерты, творчая сустрэча, духовныя гутаркі для дзятей і дорослых. А так сама правудзіцца православная выстава «Кірмаш», корыстных подарункаў і сувінірів, многі з яких ручною працю. У гомелі гандлёвые павільйоны размішаны на пляццю цыкаля лядовага палацца. Тут можна набыць царковныя товара, кераміку, кнігі, продукты для прыгажості і здоров'я. Здесь, на этой площаді, у нас представлены ізделі наших монастырських мастерскіх, в которых трудзіцца і не тільки наші прихожані, монашествуючі сёстры, трудзіцца людзі, які попали в тяжелі жызнені ситуація. Наш монастыр якрамляє два подворі – мужське і женське. І все це совместними усілями, совместними трудами, все, що згодавлювача ў нас, ми привозім сюди. На пеці сястер свято-єлизаветінського монастыра знаходзіцца нікалькі больниц, інтернатів і притулків. Тут так само працюють майстерні, вырабы яких можна знайзці на выставі, набыць за символічний кушт. І таким чином підтримати людзі, які знаходзіцца ў складанай життєвій ситуацію. А крім цього духу на Светницький фістываль, гэта творчая сустрэчі, концерты, майстер-класы і познавальнія заняткі. Можете пройти по експозиції в Росіній Полоцкай, написати себе щось на старославянському язіке, изучити старославянський алфавіт. Здесь можна зделати себе якісь ізделі з соломки, зделати поздравітельну відкритку, приобрести очень багато сувеніров для своїх родних і знакомых. У неделю 22 мая організаторы фістываля планують познайоміць Гомельшан з творчастю аутера і виконавці пісінь, пісмінніцца Татьяны Дашкевич. Навідаць сустрэчу, яка відбудзіцца ў обласної бібліотеці імя Лініна можна бясплатна. Вольга Коновалова, Ганна Кавалёва, Валєра Гапанько, Телі, радіокампанія Гомель. З надыгодом цяпла многі сутыкаецца з проблемой сізонной аллергії. Што гэта за напасі, як з'юй змагацца? Про гэта подзягаворка ў шарговым выпуску программы «Добрый вечер Гомель». Компітэнтні спеціалісты раскажуць про симптомы паліноза, дадуць парады на конт-профілактикі і ляшэння захворування. Які аллергіны найбольш шкодасны і кому варта неадкладна здаць пробы на аллергію? Наколькі ефіктывныя разрэкламаванныя аэрозолі? А таксамат шым могуць быць небяспішныя укусы насякомых? Усё гэта і не тільки. У программі «Добрый вечер Гомель» глядзіці сёні ў 19.30 на телеканалі «Беларусьчатыры». У Гомеля отбылась обласна спартыкіада работнікаў Аховыздароўе. У делу з паборніцтвах прымалі 36 команд. Былі працтавлены медустановы Гомеля і райцентраў. Спартыкіада проходзіла на базі спартынага клуба «Гомселемаш». У программі було 10 відаў спорту. Сярутых – футбол, волейбол, більярд, плавання, дартс, гіравы спорт. Разнастаўність великае, так што прымяніць своя спартынна издольнасці змаглі многі. Лепші вынікі огульнокамандным заліку паказалі супрацівнікі Светлагорска і центральна районна бальніці. На другім місце – Гомельська обласная клинічна бальніца. Замкнула тройку лепшіх – команда гомельськага партприємства «Фармація». Лепші спортсміна відправіцца на республіканску спартакіаду. Эта спартакіада, она не спарадіческі проводзіцца, а практичкі регулярна, ежегодна. І це основано іще в цьому гаду і на том, што буде проходіць і республіканская спартакіада. І це, естественно, ідецькак адборачний тур перед тем, як ми берем лучших для представління нашій області в республіке. Гэта інші новіны вы можете знасти на нашім сайці у інтернеці по адресі. www.cvrgomel.by На гэтым випуск завершений. У студії працавала Маргарита Шибукова. Усяго добрага і до зустречі у ефіре. Дякую за перегляд!